Миха Сенс и проект Жиру Капец представляет Всем привет, с вами Миха, мы на канале Жиру Капец Сегодня я вам расскажу про обалденный салат для худеющих Ребята, 100 грамм это 42, ну максимум 45 килокалорий, понимаете? Килограмм такого салата это будет всего лишь 420 калорий Как обычный ваш обед, я не знаю, или ужин Килограмм салата, это обалденный салат Поэтому всем его рекомендую, делала его моя мама Называется он Тройка, потому что всех ингредиентов будет по 3 штучки Так легко запоминать и не паришься потом Ну дальше по салату вы посмотрите Я снял видеорецепт и вам будет все понятно Все кто в инстаграме, пожалуйста, перейдите по ссылке вверх в моем профиле На ютуб канал и там будет целиком рецепт Ну а все кто на ютубе, вас я попрошу остаться И по традиции попрошу вас, пожалуйста, ребята, поддержите мой канал Подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик Чтобы вы всегда в курсе, когда я выпускаю новое видео Будет еще много интересных рецептов, много советов Я похудел на 32 килограмма уже И, как видите, уже вот в сентябре будет год И нормально, я не набираю, я не срываюсь никуда Как бы моя работает система Поэтому советую вам прислушаться к ней Взять какие-то для себя нужные моменты Ну что, начинаем делать салат? Поехали! Сегодня будем делать салат тройка Самое простое в этом салате И легко запоминается, что делается он Все продукты должны быть по три Поэтому легко считать Берем для начала Первым делом три синеньких баклажана У нас называются синенькие У вас они могут называться баклажаны И режем их кубиками И присаливаем И даем отстояться, чтобы выделилась жидкость И промыть, и слить потом Потому что будет горечь от этой жидкости Небольшая в салате Ну, считается правильным Его немножко подержать в соли И потом сок, который выделился, слить от синеньких Все, режем Сейчас покажу, какими кубиками Вот такими кубиками Кубиками режем Крупными Не мелкими А вот хорошие крупные кубики Если где-то попадаются семена Старайтесь их вырезать Они нам в салате не понадобятся Вот, смотрите Вот синенькие Вот такие крупные кубики Все, порезали И посолили И пусть стоит в стороночках Дальше Начинаем Брать продукты По мере их твердости Вот, например Начинаем с лука Берем три луковички Режем крупно И ложим в казан Берите побольше казан Потому что будет много ингредиентов Чтобы все улезло В казан Наливайте изначально Три ложки столовых масла Подсолнечного Простого, обычного Подсолнечного масла Режем лук Вот, посмотрите Лук тоже крупно режется Вот такими Крупными Квадратиками Как ноготь Примерно Все, и высыпаем В казан слоями Дальше Берем морковку Смотрите Три морковки Режем Пополам Потом эту половиночку Пополам режем И вот на такие тоже Крупные кусочки Все это режется Все три морковки И отправляются Сюда же Сверху лука Берем Три сладких перца Болгарских Можно зеленый Можно красный Какие есть Главное, чтобы они были Тверденькие Вот именно В это блюдо Лучше, чтобы они тверденькие были Режете тоже пополам Потом на три части И вот так тоже Видите Крупными кусочками Все режется крупными кусочками Так что тут Может резать любой Даже ребенок Начинаешь И все идет крупными кусками Очень удобно Все порезали И отправляем сюда Сверху на морковку Дальше берем Три кабачка Обычные Тоже режем пополам Потом раз Два Две линии На три части И вот так Тоже Вот крупные Они видите Не надо там Мучиться Крупными кусочками Все режем И отправляем сюда На перец Затем берем Синенькие Баклажаны Которые мы С вами в соли Замачивали И периодически Ну подсаливали И периодически Их перемешивали Пока все это резать Вот видите Вот так нажимать Вот Жидкость Вот эту жидкость Мы сливаем Синенькие Промываем В друшлаке В сите Ну что есть Можно в миске Промыть водой Проточной И сверху На кабачки Все это можно Прессовать Вот так Она все равно Будет отжариваться Главное Чтобы все Влезло В казан Потом берем Три помидора Здоровых Опять Пополам Разрезали И вот Крупными кусочками Тоже порезали Смотрите Помидоры Мне не удалось Купить Крупные Были такие Все Средненькие Поэтому Можно Пять Ну Помидоры Любит этот Салат Может чуть-чуть Больше Ну просто Если есть Хорошие Гигантские Помидоры То Три здоровых Отличных Главных Вода Теперь берем Чайную ложку Сахара Чайную ложку Соли Чайную ложку Сахара 6 2 Десять Яблочные Добавляйте Виноградные Тоже Чайную ложку Все По Синенькие Добавляю Ну Смотрите Большой Получается И я На самом деле Делал все По Пять Пять Синеньких Пять Серцев Пять Сабачков Пять Помидоры У нас Пять луковиц Потому что Я хочу Закатать На зиму Баночки Три Четыре Очень Удобно Когда Потом Открываешь Зимой И вот Есть Макароны Просто Открыл Добавил Макароны Уже Другой Вкус Гречка Добавил Салатик Гречки Очень Вкусно И Витаминно И Полезно Надеюсь Так Все Вот это Все Вы добавили Смотрите Если Вдруг У вас Нарезаться Получилось Больше Чем Казани Ничего Страшного Первые Твердые Ингредиенты Ставьте Под крышкой На Огонь И Оно Чуть Чуть Тут Тушится Потом Добавите Уже Сверху Помидоры И так Далее Поэтому Ничего Страшного Все Это Ставим На Огонь И Первый Раз Мешать Будем Аж Минут Через Десять Средний Огонь И Пусть Тушится Берем Теперь Зелень Тоже Можно Три Вида Брать Обязательно Это Укроп Петрушка А дальше Кто что Любит Можно Кинзу Можно Базилик А можно Как я У меня Жена Не очень Кинзу Любит Поэтому Кинзы Совсем Чуть Чуть А базилика Побольше Я беру Все Это По пучку Маленькому Взяли И все Это Тоже Туда Отправили Зелень Порезали Тоже Прям не старайтесь Мельчить Крупненькому Потом Берем Длинную Ложку Какая у вас Есть И идем В казан Мешать Вот Вы видите Оно Вот я Первый раз Помешал Оно уже Начинает Садиться По немного Оно не может Подгореть Потому что Оно сразу Пускает сок И тушится Под закрытой Крышкой Так что Не переживайте 15-20 Минут Там прошло Ничего страшного Ничего не подгорит Все И Дальше Тушим На огне Минут 40 Не меньше Постоянно Каждые Минут 10 Помешиваем Добавлять Зелень И специи Будем В конце Вот Посмотрите Это Прошло 30 минут Вот Оно Видите Сколько Там Южки На Большом Огне Кипит Ничего Тут Не Подгорит Смело Сильно Не Намешивайте Чтобы Кашу Не Превращая А так Чуть Чуть Слои Переместили Пару Раз Снизу Черпану И Дальше А теперь Добавляем Порезанную Зелень И Три Головки Чеснока Ну Так Как У меня Больше Продуктов В той Кастрюле У меня 4 5 Не Головки Только А зубчики Ну Зубчики Видите Крупные Вот Мой палец Чтоб Вы понимали Крупные Зубчики Чеснока Не маленькие Но Не головки Все Тоже Режем Крупно Видите Не Не На Чеснодавку А так Просто Крупненько Порезали Все это Добавляем В наш Салат Вот Высыпали Получается Минут 40 Прошло Вы пробуете Пробуйте По морковке Она самая Твердая Если она Готова Но она не должна Развариваться Она такая Немножко Тверденькая Должна быть Но уже Не хрустеть Все Получается Ну 40 минут Приблизительно Вы высыпаете Зелень Чеснок И делайте Меньше Огонь Маленький Чтоб Оно Именно Томилось Минут 15 Еще Чтоб Оно Потом Мы пробуем И добавляем Еще немножко Специи Перец Ну Кто что любит Горошек Душистый Лавровый лист Ну Какие Кто любит Специи Такие Добавляйте Не буду Вам Рекомендовать Я Беру Покупаю Специи Разные Смешиваю Мне нравится Такое Главное Чтоб Они натуральные Были А не Химические Все Все Это Тушится Уже Буквально 15 Минут И Потом Закатывается В банки Предварительно Простерилизирование Вот посмотрите Салат Тройка Финальный Результат Который Получился У меня Вот смотрите Специально Насыпал Большую Пиалку И тут 200 грамм Посмотрите Это всего 100 килокалорий Ребята Это можно Добавлять К любой Пище Как говорится Гречка Макароны И все Это Малокалорийно И кушать Особенно На начальном Этапе Когда хочется Кушать Вот Такой Овощной Салат Будет Просто Отличным Вам Подспорьем Удобно Быстро И Готовится Легко Для любого Уровня Сложности Всем Приятного Аппетита Ну вот И все Вот такой Вот Несложный Салат Очень Легко Делается Для любого Уровня Как говорится Подготовки Кулинарного И Холостяк И Девушка Которая Не умеет Ничего Кроме Яичных Любая Порезать Кубиками Это По моему Элементарно Очень Для похудения Поля Особенно На старте Когда вы Начинаете Худеть Хочется Всегда Есть Иногда Даже Жрать Хочется Вот Этим Салатом Можно Заполнять Вот Эти Пустоты Вы Взяли Там Себе Кусочек Мяска Немножко Гречи И Салата Навалили Половину Понимаете И вы Накушаетесь А Калорий Практически Вы Сами Видите Нету Что Я вам Ребята Посоветую Больше Овощей Кушайте В сезон Не тех Покупных Которые Вы Покупаете В магазинах Зимой Замороженных Еще Какие Кушайте Натуральные Свежие Витамины Не Забывайте Про То Что Все Которые Зимой Идут Травы И так Далее Салаты Они Выращены В теплицах С большим Добавлением Селитры Других И Всяких Пестицидов Все Они Это Накапливают А потом Моих Кушать Поэтому Сейчас Сезон Делайте Закатки Закрутки Вот Я Закатал Четыре Баночки Себе Вот С того Казана Которые Вы видели В видео Четыре Баночки Закатал И еще Осталось Там Грамм Четыреста Мы Кушали Тоже Очень Вкусно Ребят Что Я Пожелаю Здоровья Удачного Похудения Спасибо За Уши Ваши И Пока Пока Ищите нас На ютубе Под хэштегом Жирук опять Подписывайтесь Ставьте лайки Пишите комментарии Давайте Худеть Вместе Мы Сможем Это Сделать Спасибо за субтитры